Дома Виктор Петрович был таким же тихим и незаметным. Он живет с женой в двухкомнатной квартире и воспитывает двух сыновей. Мальчики уже выросли, когда умерла жена Виктора. Мальчики начали строить свою жизнь, а Виктор переехал жить в Чулан. Он оставляет по одной комнате для каждого из своих сыновей. Он построил кровать, полку, он был рукастым человеком. Жаль, что у него не было окна. Он мог бы пробраться в дом через окно, но ему не разрешили. Совет старейшин не разрешил этого. Жаль, что здесь не было окна. В свободное время он любил выглядывать из него, наблюдать за людьми и вспоминать свою жизнь. Когда его сыновья и их жены отсутствовали, Виктор выходил на балкон и садился на табуретку. Поэтому, когда он вышел на пенсию и поселился на Вилле, его сыновья не сразу поняли, что их отец не на своем складе. На Вилле было хорошо, простор, огород. И тогда старший сын поссорился со своей женой, и она решила развестись с ним. Он привел в дом какую-то молодую женщину. Но он вышел на пенсию. Подумал Виктор Петрович. По крайней мере, мне не придется смотреть этот бой. Вдруг пришло письмо для Виктора Петровича. Потом они заметили, что его нет дома. Они постучали в дверцу шкафа и, открыв ее, увидели, что она пуста. Мы все вместе должны были отправиться на виллу. А что, если папы не будет? Успокойтесь, с нашим стариком ничего не случится. Сказала девушка, которую старший привел вместо своей жены. Она еще не знала отца своего избранника, но уже вела себя очень нагло и неуважительно. Виктор Петрович получил письмо с удивлением. Марки были иностранные и адрес иностранный. Ему не терпелось узнать, кто из них кто. Открыв сообщение в семейном кругу, Виктор узнал, что теперь он сказочно богат, просто смехотворно богат. Выясняется, что давным-давно, во время войны, пропала его двоюродная сестра Валерия. Все думали, что его убили, но он был военнопленным и выжил. Он боялся идти домой. Он знал, что они не поверят, что он сбежал из концлагеря и отправит его в колонию как предателя. Жизнь сложилась так, что у Валерии нет ни семьи, ни детей. Концлагерь не прошел даром, но он скопил огромное состояние и завещал его Виктору. Старик не знал, что делать с деньгами и внезапно умер в одиночестве, видимо не сумев пережить свалившееся на него счастье, решили родственники. Они организовали похороны, привезли гроб на кладбище, поставили несколько стульев у могилы для прощания и последних слов. В тот момент, когда оркестр заиграл похоронный марш, раздался громкий взрыв. Гроб поднялся перед толпой. Осколки полетели во все стороны. Слава богу, никто не пострадал, только у толстяка сорвало шляпу. Что же там произошло? Вот что произошло. Получив наследство, Виктор Петрович начал потихоньку собирать документы, правильно оформлять бумаги. Теперь вечером у него было новое развлечение. Сидя на крыльце, он мечтал о том, что купить своим сыновьям. Какие квартиры и дома, машины. Его бывшая невестка, которой он хотел помочь, он не хотел забывать о новом, а тут еще внуки приезжали, и надо было откладывать деньги на их образование и квартиры. Виктор не хотел ничего оставлять для себя, все для его сыновей. Однажды ночью он уснул на крыльце. Он очнулся в морге больницы. Он узнал это место, потому что приезжал сюда, чтобы найти свою жену. Темно, холодно, накрыт простыней, голой. И что хуже всего, он не может двигаться. Это как дурной сон. Он просто лежал, уставившись в потолок, и мог только двигать глазами. Ситуация уже была отчаянной. В молодости он служил в Афгане, видел там все, но никогда не задумывался об этом. И теперь он лежит здесь, боясь не за себя, а за то, скольких людей вот так похоронили заживо. Что, если его тоже похоронили заживо? Внезапно вспыхнул свет, на мгновение ослепив его невооруженный глаз, послышались шаги, черт, они собираются делать вскрытие. Виктор запаниковал, но это не имело значения. Он все еще не мог пошевелиться. Над ним склонился пожилой мужчина со скальпелем в руках и в хирургической маске. Но коронер должен знать, что перед ним живое тело. Мужчина судорожно думал. В конце концов, если он смотрит, думает, дышит, его сердце тоже должно биться. Доктор откинул простыню, посмотрел на лицо Виктора, повернулся, затем снова посмотрел. Виктория, это ты. Врач снял повязку. Виктор часто моргал, чтобы дать понять, что он жив. Перед ним стоял его боевой товарищ. Потом молодой медный брат в Афгане. Сейчас седовласый доктор. Их пути разошлись после ухода с Афгана, и теперь судьба снова свела их вместе, но в какой момент? Друг отложил скальпель и начал приводить своего товарища в сознании. Все пришло. Некоторые инъекции, настои, холодный душ. Наконец Виктор начал двигаться. Сидя на диване, все еще одетый на больничной койке, он спросил своего друга, что это было, сердечный приступ, инсульт, как я сюда попал. Это было не то, мой друг, не другое, не твоя новая невестка, небольшая доза снотворного, будь прокляты деньги. Да, не смотрите на меня так, я взял деньги, мне предложили много денег, чтобы я признал смерть старика, но я не говорил, что это ты, доктор сказал, и вы часто признаете живых мертвыми. Вы не поверите, это в первый раз. Настенька очень больна, у нее рак, операция может быть проведена только за границей. Настенька? Да, Настенька, жена моя. Ты помнишь ее? Сказал доктор, и его лицо озарилось невероятным сиянием, о боже мой, конечно я помню ее, молодая медсестра, как она. Виктор сказал, вы все еще вместе, а дети, да, мы поженились в Афгане, с тех пор мы вместе, детей нет, Настена ранена. Друзья еще долго разговаривали, до самого утра, когда Витя почувствовал себя лучше, затем доктор отвез своего друга к себе домой, он не хотел идти к своей семье, которая предала его, в ту же ночь он задумал план мести, не зря он был подрывником в Афгане. Здесь он был на похоронах, тело находится в закрытом гробу по настоянию врача, инфекции и все такое. Это к лучшему, подумал старший сын, чья новая интрижка затеяла всю эту историю. Он не мог смотреть на своего отца, он знал, он крепко держал за руку свою жену, она долго была против, но деньги сделали свое дело. Все молчали до тех пор, пока гроб не взлетел на воздух. Старый подрывник Витя не собирался никого задеть, а хотел только напугать, а потому выбрал момент, когда нажал на пульт, чтобы никого не было рядом. Они с другом сидели в машине неподалеку. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.